Дорогие участницы марафона, вы спрашиваете, что делать, если после начала марафона у вас начала болеть и ныть поясница. От чего это происходит? Естественно, крепость теперь определяет слабое звено. Если вы с непривычки начали практиковать и в работу включились те мышцы, которые ранее не работали, то, соответственно, проблемные зоны они сразу же дают о себе знать. Что я рекомендую, если у вас болит поясница? В первую очередь, растираем ладони и прижимаем их непосредственно к листово-подвздошному сочленению. Область почек. Вот так. Зафиксировали. И здесь попробуйте ее растянуть себя. Влево, вправо, влево, вправо. Снова прогреваем. Как следует, чтобы у нас ладони стали теплыми. Простучали. Простучали. Полежали. И влево, вправо. Отталкиваемся от крестца. Влево, вправо, влево, вправо. Далее таз выносит вперед. Рисуем ронд. Лобковый симфиз выталкивает вперед. И в другую сторону. Также 8 раз. И сделайте это все в динамике. Снова сочетаем. Растираем ладони. Простукиваем заднюю колесу. Как следует. Ладонями упираемся. И круговые вращения вперед-назад. Вперед-назад. И далее вытяжение. Вытяжение поясницы. Начиная с крестцово-подвздошного сочленения. Мышца, которая обуславливает нашу поясницу, называется подвздошная. И поясничная. Прикрепляются они к внутренней поверхности бедренной кости. Вытягивается она вот такими прекрасными движениями. Из курса йога-йони мы можем прекрасно себя растянуть. И зафиксировать в статике. Вот мы зафиксировали и пружиним. Раз, два, три, четыре. Руки в сторону. И раз, два, три, четыре. Хорошо. И опять-таки, если ноет поясница, очень важно прорабатывать брюшную виссеру. Обычно я делаю правку внутренних органов своих ученикам во время сессии. Но вы также сами можете себя промассировать, свою брюшную полость, таким образом. Лечь на мяч и раскатать живот до тех пор, пока он не станет мягеньким и, соответственно, напряжение брюшной виссера не уйдет. Также я делаю на заказ соляные мячи. Если вам интересно, можете заказать. То есть мы прикладываем пупочному центру и раскатываем мячик. Особенно нужно прокачать и разогреть нижнюю треть таза во дна. Это в том случае, если у вас болит поясница. Дальше вы говорите, что делать, если плохая растяжка. Милый, плохая растяжка, лучше всего делайте наклоны. Лучше всего делайте пащиматанасана. Я вам сейчас покажу, что такое пащиматанасана, и вы ее сможете легко осуществить. Да, да, именно вот в таком наряде мы ее осуществили. Садимся аккуратно, вытягиваем свои прелестные ножки. Подсогнули коленные суставы. Руки вдох наверх. И красиво, грациозно, йога-йони. Уходим вниз, опускаемся. Снова вдох. И на выдохе уходим на кон, опускаемся. Снова вдох, спина прямая. Также вы задаете вопрос, что делать, если спина не преисполнена прямого вида, когда вы уходите в наклон. То же самое могу ответить. Это первая причина. Это плохо растянутая задняя поверхность, плюс-плюс, плюс-плохо проработанные мышцы между лопатками, которые называются трапециевидные, которые называются ромбовидные. И как нам их осознать? Вот эти упражнения. Вдох, руки наверх, положение пор-де-бра, ушли в наклон. И здесь сокращаем мышцы промежности. Из курса йога-йони вы все знаете, что это такое. Импульсивные движения в области промежности. Раз, два, три, четыре. Выдох. Снова вдох и в наклон. Раз, два, три, четыре. И таким образом потихонечку-потихонечку себя наклоняем с каждым последующим движением ниже и ниже, растягивая всю заднюю поверхность. Здесь можно подсогнуть колени и нижние ребра прижать к бедрам. Снова зафиксировали положение пащима-танасана. Посокращайте мышцы таза во дна. Раз, два, три, четыре. Так, чтобы интегрально распределялась нагрузка. И на икроножные мышцы, и на подколенные сухожилия. Задняя поверхность, соответственно, спина. И мышцы таза во дна промежность. Мы ее импульсивно поджимаем. Хотя бы по несколько минут в день. Пять, десять минут в течение всего дня. Через каждый интервал. Три, четыре часа. Так, практикуйте. Дальше. Вы задаете вопрос. Можно ли заниматься йога-йони и йони-дэнс, если прогрессирующие миомы? Я хочу вам рассказать историю своей жизни. Одна моя ученица, ныне ей 70 лет. Когда мы с ней встретились, это было пять лет назад. Размер ее миомы составлял 11 сантиметров. И врачи ей сказали в срочном порядке оперироваться. На что я сказала своей ученице, что в первую очередь, первая причина возникновения, это малоподвижный образ жизни, который формирует патогенную флору в области таза во дна. И, соответственно, неправильное питание. После того, как мы пересмотрели структуру ее питания, я вычленила ошибки, прописала ей умный детокс. Далее я стала ей делать правку внутренних органов. Раз в неделю обязательно массаж живота. Более того, после этого она стала практиковать и йога-йони, и йони-дэнс, и йогу. И посещала со мной ретриты в течение почти 3-5 лет. Постоянно, регулярно. Вот сейчас я могу сказать с уверенностью, что она похудела на 15 кг, и у нее тело само съело эту миому. То есть от нее не осталось и следа. Это не вымысел, это сущая правда, и эта ученица может, собственно, гордиться такими результатами. И я хочу подтвердить о том, что мы сами строители своей судьбы, своего здоровья, и мы только сами за него ответственны. Соответственно, если у вас есть предрасположенность к каким-то заболеваниям в области тазоводной, это говорит о том, что вы мало двигаете своим сакральным тазом, и, соответственно, ведете сидячий образ жизни. Поэтому практикуем нон-стопом каждый день. Вот сколько тело позволяет пропускать энергии, столько и пропускаем. Да, ну а активизируем каналы через движение. Продолжение следует...